Жительница села Архангельского Староскольского района Зоя Дмитриевна Базарова обратилась с просьбой к депутату Белгородской областной думы Андрею Угарову, чтобы он помог исправить юридическую ошибку и изменить ее статус инвалида на статус ветеран труда. Депутат взял этот вопрос на контроль и обратил внимание, что Зоя Дмитриевна на днях отмечает свой 85-летний юбилей. Продолжат наши коллеги из пресс-службы ОМК. Зоя Дмитриевна Базарова не ожидала, что в день празднования юбилея к ней прибудет делегация социальной службы ОМК с подарком от первого заместителя генерального директора, директора по производству управляющей компанией «Металл Инвест», депутата Белгородской областной думы Андрея Угарова. Пенсионерка давно уже привыкла писать прошения, ходить по разным инстанциям и не получать никакого ответа. Жительница села Архангельское с жестким упорным характером стойко борется за свои права. Однако, почувствовав такое внимание со стороны депутата, сердце Зои Дмитриевны дрогнуло. Я очень довольна, что до слез мне тронули вот эти ваши внимания. Обратиться к депутату областной думы Андрею Угарову за помощью Зою Дмитриевну сподвигла юридическая ошибка, которую она уже несколько лет не может исправить своими силами. Андрей Алексеевич обратилась с той просьбой, чтобы инвалидность заменили на ветерана. Я два же ветерана. Ветеран Великой Отечественной, ветеран труда. И зачем нам делать больно? Инвалидность побила все рекорды над всеми заслугами в труде. Депутат Белгородской областной думы Андрей Угаров пообещал разобраться с данной проблемой в рамках своих полномочий. А 17 октября в доме Зои Дмитриевны полным ходом шли приготовления к юбилею. На праздновании 85-летия Зои Базаровой собрались родственники со всей округи. Подруги, знакомые, односельчане. Вместе с работниками социальной службы ОМК и пресс-службы комбината поздравить пенсионерку прибыла представительница корпуса волонтеров федерального штаба «Волонтеры-70», выпускница школы полезного действия металлоинвеста Анастасия Дурнева. По просьбе которой Зоя Дмитриевна показала награды, рассказала о своем трудовом пути, причем в стихах. Бои. Деревня полная разруха, корова вместо тракторов, подростки-старики-старухи пахали вместо мужиков. И мы все помогали фронту ковать победу. Трудились мы вместе со взрослыми. Мне в октябре исполнилось 12 лет. В 1961 году я переехала в Тувинскую АССР, работала на комбинату Тувакова в должности начальника материально-технического бюро. Потом там начался путь в 1990 году, раньше, чем в Москве. В Москве был в 1991 году. И я вынуждена была покинуть Туву. Как волонтер для меня большая честь познакомиться с таким замечательным человеком, поздравить Зою Дмитриевну с 85-летием. Это очень, я думаю, памятный день для нее, что она прожила такую долгую, трудную жизнь. А для меня это большая честь. Пережив тяготы войны, приняв участие в восстановлении страны после освобождения от фашистских захватчиков, уже в пенсионном возрасте Зоя Дмитриевна вернулась на родину, в село Архангельское, где и живет в окружении родных, близких. Отсюда ее корни. И тут душе спокойнее. Пресс-служба ОМК для телекомпании «Мир Белогорья».